Смотрите, когда люди живут поодиночке, они хотят любви и семьи. Но когда они живут поодиночке, у них нет такой труднопреодолимой кармы. Чем ближе отношения, тем тяжелее карма. Слушайте внимательно. Люди встречаются, начинаются жить вместе, становится больше трудностей. Но почему? Потому что карма тяжелее становится. Из сердца больше грехов выходит. Чем ближе отношения, тем больше закручивается судьба в узел. Узел означает тяжело, ношу нести тяжело. Теперь знайте, что когда рождается ребенок, так как к нему привязанность еще во много раз больше, чем к мужу и к жене, еще больше узел судьбы закручивается, означает еще тяжелее становится. И вы сейчас что мне доносите? Говорите, Олег Геннадьевич, с детьми тяжело. Так я знаю, мои хорошие. Вот это и есть назначает, если с детьми тяжело. Мнение по поводу чего? Ну они, вот эти матери, они это, кровь сосут с нас. Кровь сосут, гады. Правильно же? Книга об этом написана целая. Правильно? Нет, ну Олег Геннадьевич, ну нет, ну да, ну нет, ну да. Или все-таки что? Есть проблема, это факт. Что материнская любовь, она как живет? Как материнская любовь живет? Она живет, мать живет счастьем своего ребенка. Это эгоизм. Но ее эгоизм сейчас выше вашего. Потому что она вам дала жизнь и живет вашим счастьем, по праву. А вы сейчас плюетесь на то, что она от вас требует назад. Чего-то. Он дала жизнь и дала, все. Чего теперь сосешь с меня? Мы хорошие. Вот такие мы. Больно, да, когда сосет? Больно. Что такое любовь к матери? Означает давать ей возможность любить тебя, как она может. Просто мамочка, я все понимаю, спасибо тебе, прости меня. Все вот так вот. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? История. Хорошо. Вот, молодец. Видите, он вам ответил. Я вам сейчас... Это очень важный вопрос. Смотрите, любовь. Что такое любовь? Это сила взаимности, понимаете? Это все взаимности всегда тяжело. Вот тебе ко мне человек подходит, допустим, после лекции, говорит, Олег Геннадьевич, я ваши лекции три года слушаю. Вот чего он хочет от меня? Чего он хочет? Он хочет взаимности, понимаете? Надо посмотреть на него, сказать, Господи, спасибо тебе, друг хороший человек. Спасибо, что ты слушаешь. Да это действительно так, это же такая удача вообще. Чтобы хоть кто-то мои лекции этим, как мне написали, гнусавым, картавым голосом слушает. Я сам включаю, мне просто сразу выключаю, не могу слушать. Противно вообще это все слушать. Кто-то слушает, слава Богу. Но первое чувство, что от тебя чего-то хотят. Первое чувство означает нежелание любить. Вот это и есть эгоизм души. Мать любит. Говорит, сынок, вот сейчас я тебе вам покажу. Сыночек, как у тебя дела? Она любовь свою вам говорит. Мама, ну... Не хотите обмена? Вот скажите мне сейчас. Хорошо, мамочка. Ну, давай, давай, тренируйтесь. Чего, не можете? Любви, значит, нет в сердце. Вот в этом проблема. А можно книг много написать об этом, и история длинная. Но суть-то одна. Любви нет означает, женой тоже не будет. Видите, вот она, проблема одна. Неправильное отношение к женщинам. Жена ведь тоже подойдет, скажет, как у тебя дела, мой хороший? И что вы будете делать? Да? Она вам такое потом закатит, что вам мало не покажется вообще. Жена есть? Нет, вот мы, короче. Почему нет теперь? Спасибо вам большое. Мы с вами большой пласт преодолели. Ваши... Вы искренний человек, и мы с вами... Для многих это очень ценно. Любовь — это аскеза всегда. Любовь — это аскеза. Надо терпеть любовь. Надо учиться отдавать взаимно, терпеть отношения. Строить, слушать внимательно, переживать отношения. Это важно. Это означает, что ты искренний, честный человек.